Служба скорой медицинской помощи Казахстана ждет модернизация. Об этом сегодня заявили на международной конференции в Павлодаре. За основу возьмут опыт павлодарских коллег, которые уже используют новый стандарт работы. Здесь впервые в Казахстане создан единый кластер скорой помощи, в который объединили все городские и сельские бригады, санитарную авиацию и трассовые медико-спасательные пункты. Проведено и серьезное техническое перевооружение. Опытом павлодарских медиков уже заинтересовались зарубежные коллеги с подробностями Салават Реанимационная бригада Натальи Габченко получила срочное сообщение на одном из перекрестков сбили пешехода. По новому стандарту время до госпитализации фиксируется компьютером. На этот вызов они прибыли в течение пяти с половиной минут. Создание кластера, как отмечают специалисты, уже дало свой мультипликативный эффект. Самое главное, время прибытия скорой помощи на место вызова сократилось в 15 до 9 минут, а количество успешных реанимаций увеличилось до 57%. Каждая машина скорой помощи оснащена GPS-навигацией с самым современным реанимационным оборудованием. Перемещение каждой машины отслеживается по мониторам центральной диспетчерской службы. Все это вкупе уже помогло повысить качество работы службы скорой помощи. Теперь все городские и сельские бригады скорой помощи, а также санавиации, трассовые и медицинско-спасательные пункты в Прииртышье объединены в единую структуру. Кардиометр, телемедицина, GPS-навигация, машины патрулирования. В работу внедрено 12 проектов. У нас скорая компьютеризирована, автоматизирована. Погу похвастаться этим, потому что стали более мобильные наши бригады. Если какие-то спорные вопросы возникают, то мы можем выходить онлайн с нашими врачами, непосредственно которые находятся на вызовах. Все это решается, естественно, нам стало немножко легче работать в этом плане, потому что технологии на одном месте не стоят. Мы идем вперед, вместе с жизнью и со временем. Служба скорой помощи Прииртышье признана лучшей в стране. Сегодня ее достижения обсудили на международной конференции. Опытом Павлодарской скорой заинтересовались коллеги из России, Франции, Латвии, Украины и других стран. Работать по Павлодарскому стандарту будут и казахстанские коллеги. В Павлодаре совершенно по-новому выстроена работа скорой помощи и в структурном управлении, сразу в виде областной скорой помощи и в единой информатизации и в подходах обучения, единым стандартам. То, что мы хотим реализовать во всей республике. В Казахстане 24 крупные станции скорой помощи. Каждый день на линию выходят 1452 бригады, которые обслуживают в среднем почти 22 тысячи вызовов. Есть 35 воздушных судов, из них 11 мобильных вертолетов, способных долететь до самых отдаленных аулов. И главная цель всех медработников страны повысить качество и снизить смертность на догоспитальном этапе. Из Павлодара, Салават Семербулат, Улаварат Игликов, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Итоги дня.